Экстраба, вы смотрите самый народный топ в мире, топ 5D5, и с вами я, ваш любимый видеоблогер Ликер. Буквально на днях в LA произошла выставка E3, это типа выставка, где представлены самые свежие игры, в которые мы будем играть в ближайшее пятилетие. Ну, если мы говорим про Elder Scrolls 6, например. И многие счастливчики увидели эти игры воочию, кто-то даже в них поиграл, а мы с вами увидели их в интернете. И сегодняшний наш топ будет посвящен самым классным играм выставки E3 2018. Let's go, let's go, let's go, let's go! Я выбираю Леон. Я выбираю Леон. Я выбираю Леон. Я выбираю Леон. А ты сделал свой выбор? Открывает наш топ-легенда, точнее, еще не проверенная, но очень ожидаемая ее часть. Это Fallout 76. Место номер 5. 30 мая, то есть меньше месяца назад, компанией беседа Softworks была анонсирована игра Fallout 76. Такое название носит эта серия из-за того, что по сюжету в ней будет рассказываться о выходцах из убежища 76, о которых рассказывалось в предыдущих сериях. На фестивале E3 буквально на прошлой неделе подтвердили, что действия в игре будут проходить в Западной Виргинии в 2102 году. А сам шутер преимущественно будет многопользовательским, поэтому постоянное подключение к интернету необходимо. Мир Fallout 76 станет в 4 раза больше, нежели в четвертой части игры. Также интересно то, что в игре будут присутствовать реальные достопримечательности, например, Капитолий Западной Виргинии и мост Нью Ривер Гордж. Fallout 76 должен выйти на свет 14 ноября этого года на таких платформах, как Xbox One, PlayStation 4 и Windows. Продолжает наш топ-игра, которая была анонсирована аж в позапрошлом году, но дата релиза ее до сих пор неизвестна. Это The Last of Us 2. Четвертое место. Место номер 4. Survival Horror The Last of Us 2 анонсировали аж 3 декабря 2016 года, однако игровой процесс впервые ребята из Sony нам продемонстрировали только 12 июня этого года на выставке E3. События будут разворачиваться спустя 5 лет после истории предыдущей части, и главной героиней сиквела станет 19-летняя Элли, которая, как оказалось, лесбиянка, но это так, к слову. В игре будет как однопользовательский режим, так и многопользовательский, однако открытого мира в The Last of Us все-таки не будет, в отличие от чрезмерного насилия. Его там хоть отбавляй. В прошлом году Horror взял несколько наград в номинациях «Самая ожидаемая игра», однако точной даты выхода до сих пор никто не знает. Предполагается, что это будет лишь следующий год, причем вторая его половина. Европейское возрастное ограничение игры 18+, правда, вряд ли тебя это остановит. Продолжает наш топ потенциально крутая разработка от наших украинских друзей, это Metro Exodus. Место номер 3. Еще одной долгожданной игрой является Metro Exodus. И вдвойне приятно, что разработчики и издатели игры являются русскими и украинскими ребятами. Для тех, кто не в курсе, действия игры разворачиваются сразу после событий предыдущей части. А если ты не знал, то предыдущая часть называлась Metro Last Light. В отличие от нее, в Exodus пользователям будут доступны открытые локации, связанные между собой сюжетом. Уровень Волга во много раз больше самого большого уровня в Metro West Light. Тем не менее, игра однопользовательская и с отсутствием открытого мира, но в данном случае он и не требуется. Выйти на все популярные платформы шутер от первого лица должен 22 февраля следующего года. Как раз отличный подарок ко дню защитника отечества. Пока игрок будет использовать оружие, грязь и царапины будут собираться на нем в реальном времени. Как и за Last of Us 2, Metro Exodus будет иметь возрастное ограничение 18+. Серебро забирает продолжение настольной игры, которая была анонсирована вообще 6 лет назад. Сейчас разберемся. Cyberpunk 2077. Место номер 2. 30 мая 2012 года была анонсирована игра Cyberpunk 2077, которая наконец должна выйти в начале следующего года на ПК, PlayStation и Xbox. На выставке E3 был осуществлен закрытый показ игры, на который пришел сам Хидео Кодзима. И который, кстати, остался приятно впечатлен. Разработчиком является польская компания CD Projekt Red. И эта киберпанковая игра относится к той же вселенной, что и настольная игра Cyberpunk 2020. Однако действия будут проходить в будущем, в каком именно году можно догадаться, исходя из названия. Пользователь может выбрать одного из восьми персонажей, которых также может изменять и внешне. Действия будут происходить в городе Night City в Калифорнии. Игра будет также иметь несколько разных концовок. Чтобы углубиться в суть игры, вам необходимо ознакомиться с предыдущей настольной игрой Cyberpunk 2020. Но делать этого вы, конечно же, не будете. Ну и больше всего вы, да, именно вы голосовали за этот топ, ждете игру, о которой, в принципе, вообще ничего неизвестно. Есть маленький тизер и все. Когда она выйдет, что там будет происходить, какой там геймплей, никто не знает. Но все ее очень ждут. И я в том числе. The Elder Scrolls 6. Первое место. Самая ожидаемая игра. Самая крутая игра на E3 2018. Официально впервые представили The Elder Scrolls 6 10 июня на все той же выставке E3. Разработчиком игры является беседа Games, а ее творческий руководитель Тодд Говард сказал, что уже знает дату релиза, но называть ее отказался. Известно лишь, что это произойдет после выхода Starfield. Сказать о ней наверняка практически нечего, даже посмотрев трейлер. Сейчас ролевая игра находится на самой ранней стадии разработки. Пока еще она даже не играбельна, по словам того же Говарда. Сейчас происходит создание концепт-артов и проектирование. Похоже, грядет новая эра, несмотря на то, что проект находится все еще на очень ранней стадии. Предыдущая часть The Elder Scrolls 5 Skyrim вышла в 2011 году, то есть 7 лет назад. Поэтому неудивительно, что люди с таким нетерпением ждут продолжения. На вашем месте можно было пережить охренительный инфаркт после таких эмоций. В такие моменты начинаешь завидовать любителям FIFA, которые получают обновления каждый год. И вы смотрели самый народный топ в мире, топ 5D5, вел его я, Ликер. Подписывайтесь на канал, ставьте Луизу этому видео. Заходите в нашу группу ВКонтакте, ведь именно в ней можно голосовать в топах. Все ссылки есть в описании, я пошел. Я буду рад, как человек, который наконец дождался The Elder Scrolls 6, если ты подпишешься на канал. А также предлагаю посмотреть тебе новый выпуск фейк-радара о мифах о товарах из Китая. И инфографику от самых бедных жителей нашей земли до самых богатых. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok